Всем привет! Сегодня у нас эксперимент. Будем проверять можно или нет на самом деле покрасить яйца обычной свеклой. Какие надо брать яйца и что нужно делать смотрите дальше в видео. Забегая наперед хочу сказать, что результат меня приятно порадовал. Яйца получились яркими и красивыми. Сам процесс оказался очень простым и бюджетным. Кроме свеклы и яиц мы используем только воду и немного подсолнечного масла. Точное количество всего что нам понадобится смотрите в описании под видео. Начинаем с того, что хорошо моем свеклу, а затем нарезаем ее прямо с кожицы небольшими кубиками. Как вариант свеклу также можно потереть на терке для корейской моркови. Наша задача ее измельчить, но в то же время не слишком мелко, чтобы потом на яйцах отпечатался какой-то рисунок. Работать желательно в перчатках, так как свекла быстро окрашивает руки. Дальше перекладываем порезанную свеклу в небольшую кастрюлю. Заливаем водой комнатной температуры так, чтобы все кубики были хорошо покрыты жидкостью и отправляем на плиту. С момента закипания варим нашу свеклу на небольшом огне примерно 15 минут до ее мягкости. В это время подготавливаем яйца. Просто заливаем их водой комнатной температуры и варим с момента закипания 7-8 минут как обычно. Соль при этом добавлять не нужно. Как только свекла будет легко прокалываться, выключаем огонь и переходим к окрашиванию. Для сравнения я буду красить яйца в чистом отваре и в отваре с кубиками свеклы. Поэтому часть отвара процеживаю через сито в небольшую емкость. Моя часть остается в кастрюле. Теперь берем сварившиеся еще горячие яйца прямо из воды и погружаем их в приготовленный натуральный краситель. Все яйца должны быть полностью покрыты отваром и свеклой, поэтому подбирайте емкости подходящего размера. Доливать больше воды не следует. Дальше даем всему полностью остыть, а затем отправляем в холодильник на сутки. Прошло 25 часов, будем смотреть результат. Сначала я достаю коричневые яйца, которые были в отваре. Они хорошо равномерно покрасились и имеют насыщенный красный цвет. А вот это белое яйцо. Оно имеет менее интенсивную окраску, ближе к серому цвету. Теперь черед яиц из кастрюли. Сначала также достаю коричневые яйца. Они стали красными, но не настолько, как в первом случае. Зато здесь виден мраморный рисунок. Белое яйцо получилось практически таким же, как и в отваре. Дальше яйца должны высохнуть, либо естественным путем, или же, чтобы было быстрее, их можно просто аккуратно промокнуть бумажными полотенцами. Мы видим, что яйца получились разного цвета, оттенка и на некоторых имеется рисунок. Но выглядят они как-то тускло, поэтому для придания блеска смажем их подсолнечным маслом. Капаем немножко масла на руку и обкатываем каждое яйцо. Можно смочить спонжик и протереть спонжиком. Ну вот теперь наши яйца имеют красивый яркий праздничный вид. Все они разные и не похожи друг на друга. Вот и все. Наши пасхальные яйца без химических красителей готовы. Мне кажется, эксперимент удался. Так что, если вы по какой-то причине не заготовили заранее луковую шелуху, а химическими красителями пользоваться не хотите, можете запросто покрасить яйца свеклой. Если вам понравился мой способ окрашивания пасхальных яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. С наступающим праздником Пасхи всех и до новых встреч! Пасхи всех и до новых встреч! Пасхи всех и до новых встреч!